Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Бушуев путем обмана заманил к себе на дачу подростков, где убивал их. Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы осужденного и его адвоката. Приговором суда Бушуеву определено максимальное наказание за совершение всех преступлений. 25 лет за решеткой. Завтра в Архангельске стартует операция «Трезвый водитель». Она продлится до 10 мая. Необходимость регулярного проведения этого мероприятия вызвана негативной статистикой аварийности. Ежедневно в регионе сотрудники ГИБДД задерживают до 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы призывают архангелогородцев не оставаться в стороне и сообщать информацию о водителях, которые позволили себе сесть за руль в пьяном виде. Телефоны дежурной части сейчас на ваших экранах. Концерт под открытым небом устроил для горожан сегодня оркестр Федеральной службы исполнения наказаний. День Победы. Здесь птицы не поют и прощания славянки звучали на Троицком проспекте. Послушать музыку военных лет собрались десятки прохожих. Главные гости, конечно, ветераны Великой Отечественной. Сегодня наш духовой остроенный оркестр дарит такой в рамках нашей благотворительной акции «Живая музыка Победы» подарок архангелогородцам. Но прежде всего это, конечно, подарок ветеранам, подарок участникам Великой Отечественной, подарок труженикам тыла, благодаря которым мы сегодня имеем мирное небо над головой. Сегодня в Архангельске почтили память северян, воевавших годы Великой Отечественной войны в составе партизанских отрядов на Карельском фронте. По традиции, сотрудники и ветераны регионального управления ФСБ возложили цветы к мемориальной доске организатора партизанского движения на севере, командира отряда «Полярник» Данила Подоплекина. В этом году отмечается 75-летие со дня сформирования партизанских отрядов. База сама, знаете, находится в деревне Трепузова, но здесь проживает командир партизанского соединения Подоплекин Данил Андреевич. Мы обычно всегда начинаем с него, то есть ему возлагаем небольшую гирлянду со цветами и уезжаем непосредственно на базу. Всего за годы войны более 500 человек из Архангельской области сражались в составе партизанских отрядов. Архангельское городское телевидение и канал ПС запустили проект, приуроченный 9 мая. «Бессмертный полк. Моя история». Хотя сказать, что проект появился по случаю Дня Победы нельзя, ведь чтобы рассказать, вспомнить, увековечить имена героев, не нужен повод, согласитесь. О таких историй в архангельских семьях немало. Каждый день в нашем эфире новый рассказ о тех, чьи имена навсегда в «Бессмертном полку». Известные люди Архангельска и простые горожане говорят о своих дедах, прадедах, бабушках и прабабушках, матерях и отцах, в жизни которых ворвалось страшное слово «война». Телепроект «Бессмертный полк. Моя история» каждый день до и после выпусков новостей на канале ПС и канале ТВ-центр. Герои нашего телепроекта вместе с тысячами северян пройдут в рядах «Бессмертного полка» 9 мая. В столице Поморья шествие состоится уже в пятый раз. 9 мая по Тройскому проспекту пройдут тысячи северян. Многие из них вознесут над головой портреты своих отцов и матерей, дедушек и бабушек, героев Великой Отечественной войны. О своем желании встать в ряды «Бессмертного полка» и таким образом отдать дань уважения предкам заявили почти 10 тысяч архангелогородцев. Организаторы акции рассчитывают на участие двух десятков рот. Одну из самых больших по традиции выставит СГМУ. Будет и железнодорожная рота, представители МВД. Есть и новые формирования. Будут отдельная рота северных конвоев. И здесь мы приглашаем именно всех людей старшего возраста, кто имеет отношение к этим событиям. Отдельно будет рота для детей войны и отдельно рота Росгвардии. Участников с каждым годом становится все больше. Следовательно, больше требуется и штендеров. Кто-то изготавливает их самостоятельно, многие заказывают. В этом году производство штендеров доверено двум компаниям. Руководитель одной из них, Яков Билан, получил уже более тысячи заявок. У нас в центре «Патриот» сидит волонтер. Все желающие могут в указанное время оставить заявку. Он сканирует фотографию, отправляет по электронной почте. Дальше наш сотрудник обрабатывает фотографию. После этого мы компонуем и запускаем все в печать на пленке. Ну вот здесь у нас финальный этап сборки штендеров. Здесь идет наклейка на пластик. Соответственно, разрезаем, все готовим, изделие. Работа в этом цехе будет кипеть до вечера 7 мая. Заявки можно подать по 6 число в центре «Патриот» по адресу Троицкий проспект, 118. Выдача штендеров производится там же. А сейчас о программе празднования 9 мая в Архангельске. Вот ключевые события, которые произойдут в этот день. Программа празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Архангельске. 9 мая, 8 часов, 52-й легкоатлетический пробег, посвященный Великой Победе. В 11 часов начнется церемония возложения цветов. К памятнику Герою Советского Союза, адмиралу флота Николаю Герасимовичу Кузнецову. К памятнику юнгам Северного флота. К стелле Архангельск, город воинской славы. И мемориалу участникам северных конвоев. В 12 часов на площади мира торжественный митинг в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 13 часов торжественное прохождение Духового оркестра, войск Архангельского гарнизона, моряков Беломорской военно-морской базы, кадетских классов школ города, бессмертного полка, курсантов Архангельского морского института и Архангельского техникума водных магистралей. В 13 часов 30 минут праздничная программа на полевой кухне для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей военного времени, майский вальс. С 14 часов праздничное народное гуляние и снова май и День Победы. С 14 до 16 часов соревнования полевой курс молодого бойца в сквере у кинотеатра «Мир». В 14 часов начнется концертная программа «Май-Весна-Победа» на Площади Мира. В 16 часов акция «Рекорд Победы» у памятника Соловецким Юнгам. В 15.30 массовое исполнение вальса молодыми людьми «Победный вальс» на Площади Мира. И в 16 часов концертная программа «Архангельс поет о Победе». С 15 до 17 часов праздничный концерт от Москвы до Бреста в районе улицы Попова на набережной Северной Двины. В 21 час молодежная акция исполнения песен военных лет «Песни Победы». В 21.30 праздничная концертная программа «Победный май». И в 22 часа праздничный салют в честь Дня Победы в городе воинской славы Архангельске. 9 мая. Архангельск. День Великой Победы. Это «Сейчас в регионе» мы продолжаем. В Архангельской области работает горячая линия для педагогов. Позвонив по номеру телефона, который сейчас появится на ваших экранах, можно узнать, почему зарплаты учителей по каким-либо причинам сокращаются или задерживаются. Стоит заметить, что все начисления работникам образования производят бухгалтерии их собственных организаций. В Архангельской области разрешена охота на водоплавающую дичь. Сроки традиционно разделены на три периода. Так, с 1 по 10 мая можно охотиться сразу в 13 районах нашей области. Каждый охотник может добыть 10 гусей, 5 селезней и 10 вальшнепов. На новой земле 20 гусей и 20 селезней. С 7 по 16 мая разрешена охота в Лешаконском, Мизенском, Монежском, Пинежском, Приморском и Холмогорском районах. С 31 мая по 9 июня на архипелаге «Новая земля». Необычный проект готовится в гостиных дворах. Его название «Подарить детям время может каждый». Чтобы стать участником, нужно 7 мая в 18 часов вечера прийти в гостиные дворы. Окунуться в волшебную атмосферу бала и при желании закружиться в вальсе. А при чем тут дети, спросите вы? Ответ у Алисы Кокиной. Народ, который поет и пляшет, зла не думает, любила говорить Екатерина II. Поэтому она поощряла танцевальные балы и устраивала их на широкую ногу. С того момента прошло уже более 250 лет, но светские балы не утратили своей актуальности. Тем более, что он станет благотворительным. Все средства перечислят на нужды детской областной клинической больницы. Там у них как раз открылось новое отделение, и они нуждаются в помощи. Я связался с главврачом как раз, и он сказал, что да, помощь нужна, что конкретно уже нужно обсуждать будет по ситуации. Танцевать на балу будут 17 парней-профессионалов. За три месяца студенты САФУ смогли освоить фигурный венский вальс «Квикстеп» и «Полонез». Я решила принять участие, потому что бал – это прекрасная возможность проявить себя как танцора, а также это прекрасная возможность собрать деньги на благотворительность. Организаторы обещают, предстоящий бал сложно будет отличить от великосветских, что проводились в императорской России. На репетициях также звучат произведения Вивальди, Штрауса, Шуберта. Дамы и кавалеры учатся держать осанку и делать реверанс. Кстати, дресс-код на балу строго обязателен. Молодые люди в смокингах, девушки в платьях. И у каждого обязательно перчатки, ведь приходить на бал без перчаток – плохой тон. Вообще перчатки пришли с нам 18 века как элемент бала, поскольку были люди очень целомудренные, танцы были целомудренные, рука кавалера могла касаться руки дамы только сбоку, как в «Полонезе», и те руки были в перчатках. И вот следуя традиции давних балов, мы сегодня тоже их соблюдаем. Подари детям время – под таким девизом пройдет благотворительный бал, и это станет еще одной доброй традицией в Архангельске. Мастер спорта международного класса Наталья Подольская финишировала третий на Кубке России в заездах на байдарках-одиночках на дистанции 200 метров. Соревнования проходят в Краснодаре, участвуют 278 спортсменов. Из 28 регионов страны по итогам состязаний будет сформирована сборная команда России для участия в Кубке мира. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас. Редактор субтитров А.Семкин